Меня зовут Александра Пестова, я в FX Artist Zephyr Games, как вы уже услышали. До этого была техническим дизайнером во FrostGate и техническим гендизайнером в Playrix и общий опыт 2,5 года в мобильном геймдеве. В разрезе доклада мы рассмотрим оптимизацию эффектов, потому что это достаточно ключевой фактор, ибо по своему опыту могу сказать, что на разработку эффектов уходит на техническую часть процентов 70-60 рабочего времени и остальное уходит на визуал. С учетом, что вы визуал умеете делать, если вы не умеете, вам будет все долго, но ладно, не в этом суть. Здесь кратко можно посмотреть тезисы, которые мы рассмотрим в плане доклада, и сразу же начнем с анализа. Я буду говорить быстро, и чтобы мы успели все потом на кофе-брейк. Когда вы начинаете работу над эффектами или приходите на какой-то проект, самое первое, что вы должны сделать, это сделать анализ то, с чем вы будете работать. Это, например, жанр сеттинг, потому что на каждый жанр и зависит визуал, как бы, будет ли это реализм, будет ли это какой-то мультяшный стиль, будет ли это вообще... Будет ли это что-то в стиле фэнтези, как бы, если вы знаете, в каком стиле графическом вам работать, вы будете знать... А, работает. Как много текстур вам придется делать, насколько проработанные они должны быть, где, чем можно пренебречь. Например, если это какой-то мультяшный стиль, понятно, что там можно немножечко пренебрегать. А если это какой-то реализм, то надо будет чуть больше поработать. Также надо понимать минимальные системные требования, референсные, можно будет узнать у техотдела, потому что то, на чем вы разрабатываете свои проекты, соответственно, это не то же самое, что девайсы у игроков. Как бы, у игрока это просто должно запуститься и работать, и вы должны это учитывать. Когда вы провели... Ты работаешь? А, да. Также в анализ уходит то, что мы должны узнать, будет ли у нас постпроцессинг какой-нибудь, потому что это освещение, это тени, и мы должны понимать заранее, как нам с этим работать, и будет ли у нас какая-то поддержка шейдеров, есть ли у нас технический артист, который будет нам с этим помогать, либо мы будем использовать какие-то дефолтные, либо, может быть, вы умеете делать это сами, но, я думаю, если вы умеете делать сами шейдера, вы знаете, как оптимизировать. Когда вы провели анализ, поняли, какой у вас будет сеттинг, какой жанр, как что рисовать, самое первое, с чего надо начать, обычно это вставляют на рекомендацию, но я считаю, что это самое важное и самое первое, что надо учесть, это порядок и понятная навигация. То есть, соответственно, мы создаем папки для каждого по отдельности, анимации в анимации, префабы в префабы, материалы в материалы, очень часто материалы и текстуры кидают в одну папку, что не очень правильно, потому что обычно они именуются одинаково и выглядит это очень запутанно. Господи, надо смотреть, а потом кликать. Также давать наименование осмысленно, потому что, например, вы работаете не один на проекте, или у вас какой-нибудь файтинг, где у вас этих эффектов на каждого персонажа по 10 эффектов, и вам потом непонятно, что и где у вас уже готово, вы делаете дубликат, или вы не понимаете, что вам можно зареюзать. То есть, даете осознанные названия, и плюс, чтобы человек, который, если работает с вами в команде какой-нибудь тоже, вы фейксер, если вы, не дай бог, вдруг там заболеете или что-нибудь еще, он такой пришел, там видит у него эффект удар слева, удар справа, удар сверху, он ничего не понимает, что это такое, и начинает делать дубликаты, что тоже не очень хорошо. И еще, почему надо давать материалам осознанные названия, потому что обычно материалов очень много плодится, и желательно избегать такой практики, давать, например, у вас текстурный атлас, вы на один и тот же, например, у вас материал с альфа-блендед наложением, материал с аддитив наложением, там материал с каким-нибудь шейдером, и подписывать какое-то наложение, чтобы вы потом не сидели и не искали, например, мне нужен удар, который светится, а какой же, господи, из этих 30 светится, и полчаса это перебираете, в итоге не нашли, и создаете дубликат какой-нибудь новый. Я не знаю, вам слышно? Когда вы создали все красивые папочки с всякими красивыми названиями, все правильно, вы, конечно, начинаете с самой интересной визуальной части, вы делаете текстуры, и сразу же понимаете, как их оптимизировать. Желательно создавать белые изображения, потому что мы их потом можем красить, то есть переиспользовать очень много раз. Не надо делать, например, берете те же самые звездочки, которые мы везде и всегда в казуальной графике либо гиперказуальной графике используются, делаете 3-4 дефолтных, не надо делать 16 звездочек всех цветов и оттенков, вы потом можете все их перекрасить, как вам угодно и так далее. И очень часто еще делают на черном фоне, здесь на сером, чтобы вам было видно. На черном фоне текстуры – это те, которые подразумеваются, что они будут вводить их в наложении, где черный фон убирается, и остается белая текстура. На своей практике я особенно не заметила разницы, зачем можно делать на черном фоне, как бы он не усиливает никакой аддитив, ничего такого особо не меняет, можно делать спокойно на прозрачном, и что будет более полезно потом, чтобы вы могли переиспользовать. Например, на одном из... слева справа... слева от вас, где всякие огоньки, там, ну, логично, что огонек мы можем покрасить в цвет огня оранжевый, там красные оттенки, но также, если мы захотим делать какие-то магические эффекты в стиле фэнтези, мы можем делать его фиолетовым, либо синим, и это тоже будет смотреться естественно и хорошо считываться. То есть из одной текстуры мы можем получить 2-3 эффекта, может даже больше. Также в текстурах, если мы делаем секвенции, стараемся делать оптимальное количество кадров, не надо делать их километр на километр. То же самое, если мы делали анализ жанра, мы знаем, если у нас какой-то мультяшный стиль, там это обычно обыгрывание, фарс, подражание, и можно обойтись меньшим количеством кадров, это будет хорошо считываться. Если это какой-то реализм, соответственно, здесь надо будет чуть побольше, но, например, на всякие природные эффекты, там молнии, электричество, дым, огонь, можно тоже не сильно делать много, потому что природа по своей логике, она хаотична, и как бы то, что она будет не супер плавная, это будет смотреться нормально, натурально и хорошо выглядеть. Какая ваша сторона? Правая. Справа, где вы видите вот эту вот молнию, это также может обыгрываться как эффект электричества, как бы там 3-4 кадра в секвенции, она смотрится вполне нормально. Она должна проигрываться быстрее, но в презентации гифки замедляются, ей тяжко. Это один из плохих примеров, как не надо делать секвенции. Например, у нас в красном квадратике текстура, она появляется с келлица от нуля до единицы, потом опять с келлица в ноль, и она появляется из непрозрачности в прозрачность. И по сути, если сделать анализ, это одна и та же текстура, которую мы, которые параметры вот эти вот, которые там прозрачность и размер мы могли бы настроить в дышке, но она бы занимала всего лишь там 128 на 128, либо даже меньше, зависит от того, насколько большой и детальный нужен эффект, чем целый спрайт-лист. Это 64 кадра, это целых 64 текстуры, грубо говоря, 64 эффекта. То есть это, по сути, на какую-нибудь гиперказалку вообще целый спрайт-лист. А вы такие сделали одну текстуру, и как бы это плохо, и надо смотреть, что всякие такие параметры, их можно выигрывать уже в самом дышке. Но иногда бывает, что геймдизайнеры очень хотят что-нибудь суперкрутое и реалистичное, и вам все-таки приходится делать симуляции стороннего софта, и там, получается, тонны этих кадров. Понятно, что если эти тонны кадров вы вставите в движок, потом придет техлит, и будет очень рад вас видеть. И чтобы такого не произошло, можете выбрать какой-то самый ключевой промежуток, где понятно, что считывается то, что от вас хотят по техническому заданию, или то, что вы хотели бы видеть. Выбрать 24-32, может быть, кадра. Там зависит уже, как считывается ли визуал, успевает. И можно не вставлять их прямо с первого по 32-й, то можете взять 100 кадров, и вставлять их через два, через три, типа первый, четвертый, плюс два, шестой там. Ну, грубо говоря, так, посмотреть, как это считывается. Если слишком тверг, сделать меньше вот эту прополку. Если смотрится хорошо, может быть, попробовать еще прополоть. И потом уже смотрите все в движке, и те же самые параметры, размеры и прозрачность уже можно настроить в самом движке. Также надо учитывать, что желательно для мобильных девайсов делать разрешение текстуры к кратной степени двойки, что поможет делать компрессию и уменьшать вес. Например, без компрессии эта текстура занимает 3 мегабайта, а с компрессией всего лишь 256, может быть, и меньше. Все вот эти настройки, если вы уже работали, они как бы появляются, когда вы закинули текстуру, они сразу появляются в свойствах, и вы там можете выбрать, что вам необходимо. Есть там про каждый формат сжатия, можно погуглить, посмотреть, и посмотреть, что для чего более удобнее использовать. Но обычно используют ETC-1 и PVRTC-4, потому что занимают меньше всего памяти и гарантируют высокое качество. И все это можно посмотреть в интернете, почитать, и даже вот эту штучку тоже найти в интернете, как бы ни было странно. Это немножко ошибок с этими смолниями. Слева от вас, господи, слева от вас это молнии, это я, когда начинала, я сделала вот так, и это вообще неправильно, потому что, получается, у нас секвенции, пустые кадры. Эти пустые кадры могли бы быть целостной текстурой, на какой-нибудь эффект. И я просто хотела бы играть физику молнии, что вот она такая чуть-чуть стрельнула, потом затихла и резко опять стрельнула. Это все можно было делать разными системами частиц, которые бы просто запускались с разной задержкой в разные промежутки времени. И был бы этот спрайт-лист намного меньше. Также с, господи, черной, с пылью, мы уже знаем, что она просто у нас появляется и увеличивается, и все это можно было бы играть, и это ошибка. И также, если присмотреться, это опять одна и та же текстура, и текстура песочка. И можно было сделать просто текстуру песочка, текстуру пыли, и в самом уже движке все это позиционировать, и были бы у нас всего лишь две маленькие текстурки, а не целые 5 на 20 текстур, и большой такой спрайт-лист. Еще самая частая ошибка новичков, когда они делают тримминг, они его делают сразу как увидят, так и сделали, грубо говоря. Можно поворачивать текстуры, чтобы они занимали... То есть мы могли бы сделать 4 такие деревяшки, они бы занимались только в же место. Когда просто все, что нам можно развернуть, повернуть, отразить, это все можно делать в движке, надо стараться делать, чтобы было меньше свободного, пустого фона. Когда мы сделали красивые, прекрасные текстуры, их все нарисовали, оптимизировали по красивым папочкам, мы, соответственно, назначаем эти текстуры уже на материалы, и там достаточно простые правила, желательно вообще не использовать от SetStore, потому что мы там обычно хотят продать и получить деньги, а не сделать вам красиво и правильно, и еще, может быть, все сломает вам и какая-нибудь версия Unity, которая сконфликтица. Шейдера для материалов использовать из вкладки Mobile Particles, потому что они для этого и созданы, грубо говоря. Ну и, конечно, если вы уже делали текстурный атлас, то у вас и будет атлас материала. Когда у нас уже готовы текстуры и материалы, мы можем начинать, например, создание системы частиц, и там есть всякие полезные правила, конечно же, по оптимизации, что и они достаточно очевидные, чем больше частиц, тем хуже, чем быстрее они умирают, тем лучше. И, например, в красном квадрате у нас спаркли, это искры, искры, как бы у нас эффект искры от взрыва, и можно делать их по одному направлению, потому что это понятно, что вот они летят в этом направлении. Не надо делать их на весь экран, тем более не факт, что весь этот экран будет показываться игроку. То, например, как в зеленом квадрате, достаточно считывается, что вот эти искры идут от взрыва. Стараться меньше использовать Mi Shape, и, если использовать, то оптимального полигонажа, как и в моделировании, и желательно вообще по необходимости. То есть, если какой-нибудь эксклюзивный супер-пупер взрыв, где у вас там камни, палки, гвозди, земля летит, и вот надо, чтобы это было показано, то окей. Но, например, в том же самом юзер-интерфейсе, там, где это 2D, вам эти камни в 3D летящие не нужны, потому что их, во-первых, никто не считает нормально, что они там 3D, и это еще будет тяжелее смотреться. Там можно будет просто обойтись спрайтом этого же камешка или этой же палочки, я не знаю, и все будут довольны и рады, и все будет нормально отображаться. Самая еще частая ошибка, когда срезают прозрачность сразу же с начала жизни частицы, и у нас получается, в какую-то часть времени частица продолжает работать, но ее не видно. Из-за того, что она продолжает работать, но ее не видно, как бы это плохо, потому что движок ее просчитывает все равно. И в таких случаях проще делать меньше цикл жизни частицы, но срезать, например, ее прозрачность за 30-20% до конца цикла. Смотреть уже там по ситуации, то есть вот сразу выводить ее в прозрачность 0, это очень плохо. Ну и, соответственно, я уже про это чуть-чуть задела, что то, что делаете в 2D, делается в 2D. Есть специальные эмиттеры, которые работают только в 2D плоскостях, также есть специальные настройки отображения вертикальные, горизонтальные. И еще также камера, что надо ставить настройки, чтобы эффекты отображались относительно камеры. Не надо делать так, чтобы он там проигрывался везде и всюду. Игрок даже не знает, что у вас там эти партики, клядыма летают где-нибудь в углу локации, но они при этом нагружают вам все подряд. И эффект должен быть в зоне видимости. Ну а на гифках это получается горизонтальная ориентация. Также желательно меньше всего, меньше использовать трейлы, тоже их вообще по необходимости очень острые, потому что, по сути, трейлы — это текстура, которая строится сама по себе, за собой, о господи, хвостиком. И это уже звучит плохо и сложно. Можно просто делать такую же систему частиц либо с эмиттером, либо делать ее просто какой-нибудь текстурой, которую вы также ставите пивот на какой-нибудь уголочек хвостика и растягиваете. Желательно их использовать меньше и тоже очень обдуманно вот такие трейлы. Очень любимый всем эффект нойз, который добавляет рандомизацию в движении. Он тоже очень прожорлив на вычисление. Его можно обыгрывать в Velocity Over Lifetime. И это еще более точный способ редактирования скорости, например, всяких параметров. То есть слева и справа это нойз и велосити. Какое из них что, я уже не помню, но выглядят они одинаково. Когда, если вы делаете там эффект on-force для интерфейса, у нас в принципе все те же самые правила, что я проговорила, но еще надо учитывать, что все-таки это важно, это 2D. Там надо учитывать, что есть свои правила в верстке, все, что выше по иерархии, будет находиться как бы за впереди стоящими. И Unity не учитывает сортировку объектов в Canvas в стандартных частицах, и надо скачать специальный скрипт. Он рабочий, вот это покажут по этой ссылке. И если что, можете попросить тех отделов, может они что-то могут придумать, либо, ну и также их надо предупредить, что вы будете качать сторонний скрипт в проект, для того, чтобы партикли отображались в интерфейсе. Когда у нас уже эффект готов, он все там сверкает, взрывается, летает, светится, мы должны посмотреть, что у нас происходит под рауколом. Unity может объединять объекты во время исполнения, чтобы рисовать их вместе, что очень полезно. Ну, то есть получается более подробным, понятным языком, то есть у нас, например, 4 материала на один эффект, делаются 4 запроса, 4 этих запроса отправляются, и все это достаточно плохо, когда можно было сделать это все одним текстурным атласом. То есть, например, если у вас в эффекте 10 текстур, не дай бог еще и больше, у вас бы было 10-15 запросов, что вообще очень плохо, и так не надо делать. Почему? Потому что можно было сделать одну такую картинку, где у нас все есть, делался бы всего лишь один запрос, и все бы грузилось намного быстрее и намного хорошо. Ну, смотри. Здесь я пыталась разобрать пример, чтобы, ну, не знаю, насколько будет понятно. Здесь очень комплексный такой собранный эффект, в котором у нас есть и альфа-блендед, чтобы подчеркивать яркость эффекта, и 3D-меша, то есть вот line-out, line-out, вот эти все три, это все 3D-меш, который дублируется, куча всяких партиклей, которые летают по всей локации, как только можно. И все это там 15 бачей на начальную стадию и 24 на кульминацию. Это очень плохо, это тяжело, и так нельзя делать. Еще там есть шейдер на материале, который, соответственно, если вы в мобайл это вставите, он просто не будет отображаться и скажет, что ты от меня хочешь. И как бы это можно сделать? Во-первых, конечно же, мы убираем шейдер, который у нас работает только с постпроцессами и там со всякими настройками. Самое главное, я забыла сказать, что у нас там на каждый материал отдельная текстура, что мы объединяем все текстуры, делаем из этого атлас, также убираем все партикли, которые нам не видно и которые не играют никакой ключевой роли на нагрузку смысла. Убираем альфа-бленд дублирующийся, где он тоже не так явно считываемый. Убираем 3D-меш, дублирующийся три раза, потому что все эти движения по диагонали тоже можно сделать в самих настройках. И, по сути, у нас получается тот же самый эффект. Сейчас должно проиграться. Пожалуйста, проиграйся. То есть, по сути, это получилось одно и то же. Там только партикли, которые по диагонали, я не стала на них накладывать текстуру такую же волнистую, чтобы можно было понять, где разница, чтобы вдруг я вру. И, по сути, это выглядит точно так же, красиво, комплексно, ярко, но занимает всего лишь там 4 на 3, по-моему, на начальном этапе бочей и в самом пике 7 где-то. То есть, это в три раза меньше, чем у нас было в итоге, а по визуалу мы сильно не потеряли. Что мы сделали, какие заключения мы сделали, смотря этот доклад, что техническая составляющая играет весомую роль. Если вы сразу сделали неправильно, тяжело и плохо, вы потом еще будете дольше это потом переделывать, и еще больше времени уйдет. Текстуры можно красить, позиционировать, их можно делать максимально дефолтными. Атласы – это залог успеха. Это было очень много рассказано. Конечно же, соблюдать нейминг и порядок, чтобы вы сами не запутались. И когда у вас есть хороший нейминг и порядок, вы знаете, как делать правильный reuse. Знаете, что у вас уже есть, и что можно не дублировать? Нет? Да. Можно задавать вопросы. Спасибо за доклад. Я бы хотела прояснить принцип, который рассмотреть, и рассмотреть его на конкретной задаче. Допустим, если у меня есть задача сделать разного цвета спройты травы, то есть я рисую, есть два варианта, либо нарисовать две текстуры разного цвета для травы и запихать их в атлас, тогда растянется атлас. Ну, я сейчас условно говорю про траву. Либо нарисовать одну текстуру травы и покрасить ее уже, скорректировать именно в настройках, но при этом нагрузить рендер дополнительными процессами. Что из этого эффективнее все-таки? Эффективнее все-таки делать белую текстуру. Вы его и так все равно нагрузите, когда вы будете ставить и цветную, как бы, и при том не факт, что вам вдруг потом понадобится еще одна версия травы, зачастую так и происходит, и вдруг вы поймете, что вам не подходит этот цвет, что вам его надо сделать либо поярче, потемнее, посветлее, как бы лучше делать дефолтные, чтобы их можно было потом всячески настраивать. Хорошо. А если идет речь не об однотонной покраске, а о сложной, то есть именно какое-то сложное изображение нужно затонировать? Ну, обычно это считается чем-то эксклюзивным, такое обычно, да, можно попробовать делать цветным, если это не какой-то частый случай. То есть если вы понимаете, что вот эта трава, она эксклюзивна, только здесь нужна такая, то можно попробовать сделать так. Ну, все-таки какой вывод сделать нужно? То есть лучше несколько использовать вот конкретно в сложных спрайтах текстур? Можете бы посмотреть. Сначала сделать дефолтным, посмотреть, насколько это доходит до визуала, который вам нужен, до уровня визуала. Если этого недостаточно, то можно уже жертвовать дефолтностью и сделать четкую. Спасибо. 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 Еще вопросы? Вот насчет вызова к отрисовке, я так понял, у нас есть два параметра. Это чтобы, допустим, у частиц был один материал, и второе — это одна текстура, то есть адрес, с которой мы убираем нужное нам изображение, да? И хотел узнать, используете ли вы какие-то мастер-материалы, то есть материалы какие-то… Ну, я так понял, что лучше всего использовать оптимизированные материалы, которые изначально были в движке, да? Ну, если что-то нужно дополнительное, получается, можно написать через нодовый редактор, например, в самом движке. Используете ли вы какой-то самописные материалы? И вот вопрос как раз самописный материал. Мы, по идее, ну, хотим использовать один материал для всех частиц, и вот это соотношение, насколько он должен быть сложный, и, то есть, соотношение, если он будет суперсложным, мы, например, на все частицы его сможем использовать, да? Либо мы там используем три материала, но менее сложных, и, получается, расстраивается у нас теперь… Ну, я поняла. Да, у меня был такой опыт, что очень часто, когда вы делаете какие-то нодовые свои шейдера, либо пытаетесь их сделать, надо проверять, чтобы они корректно отображались на мобильных устройствах, потому что они могут зависеть и от операционной системы, и в движке они могут отображаться по одному и смотреть уже, как смотрится на девайсе. Также бывают, да, какие-нибудь эффекты материала, которые не обыграть дефолтными, например, какой-нибудь дизов, который все очень любят везде и всюду добавлять. Его, понятно, что там это больше вертексная анимация замешана, там тоже можно делать его, его можно назначать потом тоже на все другие материалы, но и по его отображению, и по его нагрузке надо смотреть индивидуально. Там либо вы сами можете читать информацию, либо если у вас есть техотдел, тоже к ним обращаться, чтобы они там проводили анализ, как это работает, и насколько, то есть могут ли они позволить, чтобы у вас был такой шейдер, либо не могут. Например, скажут, что, ну, это не работает так, как хотелось бы, грубо говоря. Спасибо. 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 И последний вопрос. Спасибо за доклад. По поводу начальной части, я хотелось бы спросить, как вы побеждаете фрагментацию ресурсов? Потому что, я насколько понимаю, при разделении на материалы, текстуры и все остальное, для каждого предмета в игре они сваливаются в одну папку или они сваливаются все-таки по предметной области. То есть, если, например, нам нужно будет удалить какой-то предмет из игры, то мы будем вычищать его по каким критериям? Я немножко не расслушиваю вторую часть, но потому что у вас было плохо слышно, извините. Как вы побеждаете фрагментацию ресурсов? Если у нас в папке текстур, материалов и всего остального свалены все текстуры и материалы в плейн виде для каждого из предметов, как мы будем учащать, если нам, например, нужно будет удалить один предмет из игры? Все связанные с ним материалы, ресурсы и все остальное. Есть ли у вас какие-то механизмы для этого, правила? В целом, самое главное, правило не плодить ненужный материал и знать сразу, чтобы удалить, что вам не нужно. И в целом, это самое основное из этого, я не знаю, если вы что-то удалили, у вас, например, папочка VFX, у вас там все лежит, и вы понимаете, что там что-нибудь сейчас отображается розовым, потому что вы удалили текстуру. Ну, если вы знаете, какое было название ее, просто это же название вбиваете, потому что у вас так же, скорее всего, назывался материал, и удаляете все, что вам не нужно. Ну, да. Спасибо. Спасибо.